Наконец-то, друзья, мы с вами дождались этого дня. Модификация Anomaly вышла из бета-тестирования и теперь доступна для скачивания. Исправлений очень много. Начиная от нового интерфейса КПК, а именно перевода его в 3D стилистику, заканчивая десятками другими изменениями. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, спасибо. Для тех, кто ещё не в курсе, Anomaly это фриплейная модификация, но в нём также присутствует и сюжетная составляющая. В этом моде вы сможете стать кем угодно, делать что угодно и жить как вам угодно, возможностей просто куча. Также присутствует война группировок, что скрасит ваше времяпровождение после завершения игры. Перейдём к изменениям. Одной из главных новостей стало добавление КПК в 3D стилистике, прямо как в гонслингере. При движении экрана NPC вводит пальцем по сенсорной кнопке. При покупке нового КПК меняется его 3D текстура. Добавили колесо компаньонов с новой кнопкой управления и инвентарём. Теперь вам станет удобнее командовать напарниками. Кстати, логику NPC также переработали. Они стали слышать, думать и реагировать на множество событий в игре. Вообще данное обновление направлено на большое количество исправления багов, косяков и вылетов, поэтому увидеть здесь что-то новое по механике довольно трудно. Обновили и сортировку инвентаря. Теперь для переключения между предметами вы можете использовать горячие клавиши от 1 до 8. Добавили новые настройки в панель видео. Теперь вы можете настроить игру и ещё более тоньше под себя. Изменили FXA, то есть сглаживание. Вообще, это функция, которая практически не ест FPS, но делает картинку более гладкой и по умолчанию она всегда отключена, поэтому не забудьте её включить. Для обладателей слабых ПК разработчики также постарались, были оптимизированы многие элементы игры. Например, освещение и вода на типе рендера DirectX8 будут выглядеть куда лучше и куда приятнее. Провели оптимизацию артефактов и некоторых типов оружия. В модификации на некоторых оружиях убрали 2D прицела. Убрали их там, где они в принципе не нужны. Проведены правки и обновления в инвентаре. Это тени от иконок и новый способ сортировки предметов, шкала здоровья и многое другое. Изменена функциональность редких тайников, они больше не появляются в указанных местах. У игрока есть шанс получить его каждый раз, когда он выполняет набор любых заданий. В награду входит набор инструментов. Исправлены сталкеры, сообщающие о смерти, свидетелями которой они были. Несмотря на то, что находились далеко или в разных местах. Правка вроде мелкая, но зато как сильно влияет на реалистичность геймплея. Улучшена вариация модели экологов, наемники и одиночки, направляющие ученых. Теперь носят что-то, что олицетворяет экологов, вместо экипировки, идентичных их фракциям. Эффект коснется новых отрядов экологов. Еще раз повторюсь, что это обновление направлено на исправление багов и недочетов, улучшение тех или иных аспектов геймплейной составляющей игры в целом. Поэтому ждать чего-то сверхного и крутого здесь не стоит. Все, что я перечислил, это лишь малая часть изменений. Все остальное не нуждается в рассказе, ибо это совсем мелкие правки. Разработчик также сообщил, что существующие аддоны не будут работать до тех пор, пока не будут адаптированы под новую версию игры. Поэтому ставить уже существующее не стоит. Есть рейс, что игра не запустится и вам придется ее переустанавливать. Кстати, модификация стала висеть почти в два раза больше, а то есть 16 гигабайт. Поэтому прежде чем что-то делать в файлах игры, обязательно сделайте копию. Ссылку на скачивание данного обновления вы найдете в описании.